всем привет друзья сижу ем адыгейский сыр поставила варить до этого жарила рыбку сегодня у нас зубатка вчера купила несколько стейков и треска вот тем кто не на диете пельмешки отваривали Фадея ел Алеша и Ефим и дед вот им маленькое пельмение а нет дед мало рыбу тоже взял в общем кто что сами выбирали что им есть Матвей наелся у меня рыбы и пошли они с дедом стрелять потом будут шиповать где-то с Фадеями договорился уже будет помогать Фадеям шиповать колеса погодка в принципе нормальная видите у нас ясно ну ветер чуть-чуть так колыш от листики температура что-то не посмотрела наверно минус 10 где-то так в общем так это довольно таки холодно вот уже 11 часов доходит нам в пол двенадцатого с бабушкой ехать к зубному уже на окончательную так сказать примерку и отдадут ей уже этот протез и все поставят и испытают если все нормально то все должно сегодня закончится с зубным наконец-то все отходили мы на эту лестницу высокую с бабушкой будем так считать тогда если все нормально ну мы очень надеемся бабушка правда даже нервничает говорит два друга чуть не подойдет ну как говорю последняя примерка нормально было значит уже должно быть нормально что они только должны и как-то типа обжиг какой-то сделать чтобы она уже затвердела окончательно вот это вот материал этот и все будет у нас бабушка красавица и удобно и должно быть все вот ночью адыгейский сыр варю потому что у меня заказа на него надо сварить с этим занимаюсь так что вот сейчас позавтракаем рыбкой там уже к обеду будем думать что нам варить хотя было бы неплохо часу перед тем как уехать поставить что-нибудь булькать потихонечку нас не опасно есть даже изолета у нас плита отключается тоже проверено как бы но бывает что заливает как пена пойдет с кастрюлей и раз зальет газ отключается у нас с это с автоматикой на плита вот такие дела ну ладно в общем вот так вот а я уже у нас баночки я решил собрать смотрите уже два пакета стоит с банками еще ищет пакет что так много так много это съели вываливается в общем едим сейчас приедем когда будет он в подвал полезет хочет сам слазить все полезно подвал но мы уже потому что приехали расскажу вам как мы съездили в общем у бабушки новые зубы она вам попозже покажет наверное как получилось но прямо не отличить как свои свои по цвету все подобрали прям идеально вот все крючки сделали теперь у нее за зубы там цепляется а то старый протез у него почему-то сделали без крючков и в общем он впадал вот и по форме нравится в общем все нормально все сделали и единственный юмористический момент был то что есть сначала хотели одеть чужую челюсть потому что перепутал пакетики другого клиента посмеялись в общем ой ну бывает ну вот потом значит мы поехали от зубного в кировский зашла в продукты взяла сейчас я вам покажу маленько что взяла сейчас алёша влезет вот пакетик он мне не дал разбивить мороженки ребятишкам взяла панировочные сухари какие-то вот такие шрек что ли называется или как они называются непонятно еще мороженка потом взяла я значит кумбрии две две рыбки чтобы нам посолить взяла горбушу неплохая мороженое но хорошая потрошенная с головой это и по-моему без головы еще взяла другую горбушу и цена неплохая в кировском сегодня по 169 рублей горбуша потрошенная потом взяла пангасиус но я собственно в кировске поехала за рыбой потому что это меня так вчера разочаровала метро что я ничего не смогла купить вот пангасиус по двести пятьдесят девять рублей килограмм вот вот ну и это после того как сходила в продуктовый пошла я в соседние тоже в продолжении кировского где у нас вещи то продают в одежду хотела деду надо было носочки купить и я себе хотела посмотреть зимнюю обувь потому что костюм спортивный пришел я хочу мне надо ну в общем зимние какие-то ботинки но такие чтобы со спортивным костюмом еще девать на что мне ботинки как бы такие ну типа кожаные хоть то может не не кожаный в общем неважно они идут с джинсами а со спортивным костюм не идут надо в общем что то вроде кроссовок что ли смехом взять на зиму вот пыталась зайти спрашивают qr-код а алёша у меня паспорт с qr-кодом вчера сказал выложить дома ну и все он дома пролежал короче говоря я туда не попала так что прочувствовал на себе сегодня минусы qr-кодов и пустили меня куда хотела ну ладно до субботы в субботу поедем да да а на кого мне спирать то только на тебя да он на меня и я на него вот так вот для чего это конечно выручаем друг другом ну ладно да нет но уже что я виновата я ему вчера говорю подержи у себя в сумке мой паспорт с qr-кодом все равно говорю мы вместе все время ездим я же одна никуда не хожу а он мне сказал нет домой если вот я и дать унесла домой в итоге сегодня все забыла такие дела я даже камеру забыла хотел с собой взять как мы поедем снять камеру взять ее забыла потому что торопились уже и надо было адыгейский сыр выложить я успела его выложила он у меня он под прессом стоит прессуется ой прибирать надо у нас тут вообще завал полный надо сейчас все прибирать начинать пылесосить бы желательно сегодня в общем не знаю как соберусь смотри все еще стреляют еще не пришли может ездить успели они все еще стреляют все тогда что ли сейчас все достанет page полезно за картошкой свеклы ему сказал лазер до баркови вот но зубном все равно много людей хоть и я говорю хоть и коронавирус это то все равно люди идут лечит и дети там смотрю дети ой кричал один сегодня ребенок не столько от боли сколько от страха видимо а до несколько штучек 5 вот и вообще вот так вот жизнь все равно продолжается потихоньку но там кстати не спрашивайте какие qr-коды до в больницах в эти в стоматологиях все нормально руки промыл дезинфектором и ладно маску одел и ладно такие вот дела ладно сейчас я буду все это перемывать в кастрюле эти большие от сыра надо мыть у меня с кофты пуха столько налетела и и полный нос и и на кофте первый раз сегодня одела он с это с начесом маленькая еще пока крошится этот начес потом покажу как нибудь а и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...